ТОС-1 «Буратино» – тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 История создания Разрабатывалась в период с 1971 по 1979 годы в Конструкторском бюро транспортного машиностроения Первые опытные образцы на шасси Т-72 изготовлены в Омске в 1978-1979 годах Комплекс включал в себя боевую машину, пусковую установку с пакетом из 30 направляющих на шасси Т-72 и транспортно-заряжающую машину на шасси КРАС-255 байтов При разработке и испытаниях БМ имело обозначение Объект 634 В 1980 году машина успешно прошла государственные испытания и была рекомендована для принятия на вооружение в ВСССР Первые применялось в Афганистане в 1988-1989 годах Предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники Поджога и разрушения сооружений и зданий Уничтожение живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях Осколками ударной волной, создаваемыми на площади цели при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов Термобарическом и дымозажигательном снаряжении Особенности конструкции и принцип действия Большая масса пакета направляющих труб со снарядами потребовала иметь шасси значительной грузоподъемности О сравнительно малой дальности стрельбы определенного уровня защиты всей боевой машины, что опять-таки утяжелило ее В результате масса боевой машины достигает 46 тонн Пакет из 30 направляющих для неуправляемых реактивных снарядов смонтирован в качающейся части пусковой установки на поворотной платформе Все действия по наведению установки на цель, приданию ей необходимого угла возвышения, экипаж производит, не выходя из машины, с помощью прицела и силовых следящих приводов Крутая траектория полета снарядов к цели потребовала точного учета условий стрельбы и создания специальной системы управления огнем Она включает оптический прицел, лазерный дальномер, датчик крена и электронный баллистический вычислитель С помощью лазерного дальномера расстояние до цели определяется с точностью до 10 метров Эти данные автоматически вводятся в баллистический вычислитель, рассчитывающий необходимый угол возвышения пусковой установки Угол крена пакета направляющих фиксируется автоматическим датчиком и также автоматически учитывается вычислителем Неуправляемая ракета состоит из головной части с наполнителем взрывателя и твердотопливного реактивного двигателя Тяжелая огнеметная система состоит из боевой машины с направляющими и двух транспортно-заряжающих машин Также созданных на базе танка Т-72 ТЗМТ служит для транспортировки НУРСов, а также заряжения и разряжения боевой машины В связи с чем оборудовано специальным краном, впервые представлены общественности в 1999 году в Омске Модификации ТОС-1А «Санцепек» Тяжелая огнеметная система ТОС-1А была разработана в 2001 году Основной задачей системы является поддержка пехоты и бронетанковых соединений Основные отличия от базового варианта Количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 до 24 Транспортно-заряжающая машина выполнена на базе основного танка Т-72 Состав ТОС-1А «Боевая машина БМ-1» Транспортно-заряжающая машина ТЗМТ НУРСМО 1 января 2004 года ЛИМО 1 января 2004 года На вооружении Россия Россия неизвестное количество По состоянию на 2016 год Азербайджан Азербайджан 6 единиц ТОС-1А по состоянию на 2016 год Всего планировалось поставить 18 систем ТОС-1А Ирак Ирак Более третьих единиц ТОС-1А по состоянию на 2016 год Казахстан Казахстан 3 единицы ТОС-1А по состоянию на 2016 год Служба и боевое применение Организационная структура ВСРФ 1-я мобильная бригада РХБЗ Не менее 4 единиц БМ-1 и 1 единица ТЗМТ 28-я отдельная бригада РХБЗ Не менее 2 единиц БМ-1 и 1 единица ТЗМТ 70-й отдельный огнеметный батальон Не менее 2 единиц БМ-1 20-й полк РХБЗ Боевое применение Во время Афганской войны Период с декабря 1988 года по февраль 1989 года 2 машины системы Буратино были использованы в ходе операции Тайфун в боевых действиях в Чарикарской долине на Южном Саланге Действие термобарических боеприпасов по целям в горах наносило большой ущерб противнику За взаимного наложения воздушных ударных волны и их многократного отражения от окружающих скал ТОС Буратино применялись во Второй Чеченской войне В частности в боях за село Комсомольское в марте 2000 года Бывший командующий федеральными войсками в Чечне и Дагестане Периода чеченских войн генерал-полковник Геннадий Трушев в своих воспоминаниях отмечал Высокая точность и большая эффективность стрельбы этой системы позволили достичь результатов там, где другие огневые средства оказались бессильны Неизвестное количество дислоцированной РФ в Сирии применены по территории Нагорного Карабаха в 2016 году со стороны Азербайджана Изображение стрельбы тяжелой огнеметной роты ТОС-1А на учениях частей подразделения РХБЗ на Шаханском полигоне